всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду у меня есть дровяная печь ну вы знаете я уже целую кучу роликов выкладывал на канал с блюдами в ней приготовленными в пор уже отдельный плейлист создавать и каждый раз после такого выпуска появляется ни один не два и даже не пять комментаторов которые возмущаются чего ты нам вот эту печь показываешь не же таких печей ни у кого по моим наблюдениям у таких комментаторов как правило нет возможности приготовить такое блюдо потому что у них нет такой печи или точно такого же миксера или точно такого же ножа как у меня хачапури они могут приготовить потому что у них видите ли нет ни феты не моцарелла который я использовал вот в этом ролике и наплевать что я там говорил что использовал эти сыры только потому что ну нет у нас в испании не сулугуни не миретинского не других подходящих сыров блюда из утиной грудки не надо показывать потому что ну нет у них уток ну не продают у них уток в том ларке где они обычно привыкли покупать сигареты вот хоть ты треснет особенно смешно читать про сложности с закупками в москве к чему это я вы смотрите этот ролик в интернете я покупаю почти все в интернет магазинах просто потому что в нашей двери в онлайн магазинах нет почти ни черта да я только для того чтобы роликовые коньки себе купить не какие-то там особенные а первый попавшийся только чтобы по размеру подошли объехал три ближайших магазина ближайших на одометре моего тарантаса после этих поисков прибавилось 140 километров потому что до одного спортивного 15 до другого 16 до третьего ближайшего 38 к чему это я если у кого-то чего-то нет то как правило все что ему необходимо для того чтобы получить это самое недостающее что-то так это просто оторвать от дивана задницу короче сегодня я готовлю обычный правда очень вкусный десертный молочный хлеб выпекать его буду вот в этой древной печи а второй такой же в электрической духовке в конце этого ролика и сравним результат поехали полный перечень ингредиентов с граммовками я как всегда укажу в описании ролика тут все просто просеиваю пшеничную муку высшего сорта просеивание делается для того чтобы слежавшийся мука стала более воздушной дрожжи могут существовать в двух режимах в анаэробном и в аэробном во втором режиме они потребляя кислород работают три раза более эффективно и при этом развиваются выпечка у нас сегодня сдобная тут и сахар тут и большое количество сухого молока и масса сливочного я потом добавлю то есть вкус теста у нас будет формироваться в первую очередь за счет сдобы и поэтому за слишком уж долгим выбраживанием гнаться нет никакого смысла растираю дрожжи руками в муке он просто для того чтобы они лучше перемешались напомню что чем дольше бродит тесто тем более богатый вкус будущем хлебе по итогу получается почему сухое молоко потому что в 100 миллилитрах жидкого молока содержится в 85 граммов воды мне на этот килограмм муки нужно 640 660 граммов жидкости то есть получается что вводя эту жидкость виде жидкого молока я получаю в тесте протеинов лактозы жиров опять же молочных всего 96 граммов а я положил кроме жидкость молока еще 100 граммов сухого то есть если бы я пытался добиться такого насыщенного молочного вкуса какое получу по этому рецепту без использования сухого молока то мне количество жидкого опять же нужно было бы увеличить вдвое а тогда из такого теста в пору было бы не хлеб готовить а блины жиденькие такие тоненькие вымешиваю совершенно не обязательно месить в кухонном комбайне можно миксером с венчиками можно руками в таком вот агрегате у меня уйдет на первой скорости где-то 1-2 минуты и на второй тоже минута-две не больше неважно это все сейчас вымешиваем до однородных надо чтобы соль сахар сухое молоко ну и дрожжи равномерно распределились по объему выключаем смотрите тесто мягкая довольно липкая но не слишком когда сухое молоко окончательно набухнет и кликовинах тесте сделать то же самое липкость уменьшится сейчас накрываю полотенцем и убираю в теплое место такое у меня в духовке главное что там нет сквозняков если у вас в доме прохладно в духовке можно включить лампочку нет лампочки ставьте рядом с тестом в духовке кастрюльку с кипятком это и температуру поддержит нужную и и влажность будет достаточная чтобы поверхность теста не пересыхала оптимальная температура для дрожжей 28 градусов ждем примерно час-полтора полтора часа прошло смотрите как поднялось сейчас надо хорошенько вымесить и сразу же добавить озвученного сливочного масла в этот раз при вымешивании нам уже надо заботиться о развитием глютенового каркаса а значит вымешиваем интенсивно руками минут десять энергичной работы понадобится не ленитесь в этом комбайне но минут пять наверное займет на этом этапе молекулы глютена у клейковины склеится в длинные нити теми же собой образуют сеточку которая пронижит все тесто и эта сетка поможет тесту хорошо плотно удерживать углекислый газ который вырабатывает дрожжи ну и опять же при вымешивании тесто дополнительно насытиться кислородом а значит дрожжи которые уже успели стрескать почти весь кислород опять взбодрятся все вымешалось смотрите как она выглядит уже практически не липнет очень мягкая так прекрасно отправляю опять выбраживание в этот раз у меня уйдет 40 минут час а вы ориентируйтесь на свои дрожжи на их подъемную силу после каждого такого выбраживания тесто у вас должно подниматься минимум два раза если это не так не торопитесь дайте время ему еще побродить все-таки разные дрожжи работают по-разному ну и атмосферы разные а я пока пойду растоплю печь потому что она должна не только разгореться и равномерно порогреться но после чего она должна еще и остыть до нужной мне температуры вот так вот так прошел еще час смотрите как выглядит отлично время еще разочек обмять и можно формовать хлеб очень мягкая очень приятная на ощупь прям как брюхо спящего кота формовка проста делю тесто на части по количеству будущих хлебов дальше формирую тесто надо обтянуть клейковина в нем образовала каркас и тесто на ощупь как будто ну как будто покрыто такой тончайшей резиновой пленочкой оно ощутимо сопротивляется вот такая обтяжка обязательно нужна ну а теперь перекладываю форму и то же самое с остальными хлебами а теперь очень важный момент растойка за то время пока я формовал хлеба я из теста выдавил практически весь углекислый газ нужно дать дрожжам опять поработать уже в изделии тогда они поднимут хлеба и после этого можно отправлять их в духовку на расстойку уйдет 55 минут час может быть это если у вас в кухне температура 26-28 градусов оптимально для дрожжей если температура ниже то и час 15 час 20 сможет уйти и никаких сквозняков сквозняки очень быстро пересушивают поверхность вашего изделия и она очень плохо поднимается и духовку тоже начну разогревать на самой нижней полке в духовке у меня лежит здоровенный кусок гранита я его разогреваю перед началом выпечки и благодаря этому градин температура по всему объему духовки у меня невелик то есть температура по всему объему в разных углах духовки более-менее одинаковая вместо гранита можно использовать вообще любой камень можно даже оставшуюся у вас плитку после ремонта использовать или вообще на противень насыпать толстый слой каменной соли там с не метра 2 тоже будет работать так а тут у меня чего отлично отгребу весь этот жар к дальней стенке встретимся через час и в печь вот так и сразу же на дно стакан воды чтобы атмосфера в печи была влажная сейчас теплота начнет медленно проходить вовнутрь теста от этого пузырьки газа будут пытаться расшириться если к тому моменту когда теплота проникнет вовнутрь на поверхности теста на поверхности хлеба уже образуется подсохшая плотная корочка то она не даст хлебу подняться так как он мог бы поэтому влажность пар внутри печи очень важен ну а теперь пойдем в двух электрической духовке здесь все то же самое хлеб обрызгать водой на одной духовке воду и подожду готовности если у вас духовка дурит и допустим по ощущениям изделия внутри еще сыровато а корочка уже подрумянилась и есть риск подгорания эту самую корочку ваше изделие можно сверху накрыть фольгой ну короче принорабливайте своей духовке так что тут у нас отлично вот так смотрите какая красота но он должен еще немного остыть чтобы лишняя влага из теста ушла тогда мяки станет еще более воздушным подождем остывания и этот тоже готов ну что давайте сравнивать этот из духовки и этот из печи по моему так да именно так ну а что у нее внутри давайте отрежем смотрите он мягкий мягчайший просто хлеб обалдеть так ну и этот как же мне его располосовать то так мякиш разницу видите вот и я не вижу практически ни в чем так ну что там с ароматом господи как же его отрезать то чтобы он посмотрите воздушнейший просто так и так аромат корочка закрытыми глазами не отличу а вообще вообще он пахнет молоком такой сладкий запах классный в качестве десертного то есть вот с ним таким хлебом не супчик там есть не кашку а на завтрак есть особенно еще и добавить маслица да так что там со вкусом один кусочек так не перепутать это какой это мне кажется что вот этот вот из печки а этот наверное из духовки уже перепутал очень очень мягкий вкус сладковатый аромат как я сказал уже аромат молока отличный десертный хлеб но разницы практически никакой между этими двумя хлебами короче дровяная печь актуальна только для рецептов в которых нужны высокие температуры реально высокие 350 400 450 ну как для неаполитанский пицца например которая выпекается при температуре 420 под 460 свод печи во всех остальных случаях все прекрасно готовится в обычной домашней духовке ну и если вы туда еще и камень запихнете вообще будет просто прекрасно да и вообще 99 процентов рецептов которые я показывал на канале не требует никаких специальных гаджетов поэтому готовьте с нами готовьте лучше нас спасибо за компанию всем пока а 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 Продолжение следует...